Всем привет дорогие друзья! Начинаем свой очередной отчет с Крымского моста. Сегодня прокатимся с вами от Крыма до Тамани и начинаем свой отчетик с цементной слободки. Вот видим с вами начало моста, шумоизоляционные экраны, забор и вот вдалеке немножко начинается железнодорожная часть моста. Вот они пролеты. Напомню, осталось установить около 4 километров пролетов по всей длине из 18 с лишним километров моста. Около 4 километров осталось установить, построить семь опор. Смотрим с вами вот как идут работы на стыках металлоконструкций, непосредственно на самом корыте со стороны Крыма идут работы по подготовке гидроизоляции и со стороны Тамани идут работы уже по укладке рельс. В предыдущем видео вы это все увидели. Дорогие друзья, хотел бы вот в начале видео немножко сказать тему, не относящуюся к Крымскому мосту, ну вообще не относящуюся к этому. Ну я просто, скорее всего, не вам это хочу донести, а другим людям. Есть такая страница в социальных сетях, посвященная Крымскому мосту. Сидят там с десяток, 10-15 активных пользователей, очень злых людей. Постоянно они меня все время оскорбляли, сплетни разносили. Ну я как-то пропускал это мимо ушей. Один особый сплетник, велосипедист из Керчи, то он разносил сплетни, я видео покупаю за деньги, то мой канал блокируют из-за него. Кстати, говорю им, никогда мой канал Ютуб не блокировал, никогда. И то, что он разносит эти сплетни, это его проблема. Сам он человек не обустроен и к 50 годам жизни не достиг ничего. Ну ладно, я не про это, я пропускал это сквозь пальцы. Но когда вчера дело дошло до прямых угроз жизни и здоровью, на этой говно-странице написал один по имени Юра, фамилию его не буду называть, конкретно процитирую его, чтобы не быть голословным. Корсак, прикуси свой говяжий язык, иначе Керчь город маленький, можем встретиться и троеточие. Это было... Человек он не очень умный, потому что такие послания пишет под своим именем и фамилией. Видимо, хозяин сайта поумней, человек быстренько все это дело удалил. Но не настолько быстро, что я не успел бы сделать скриншот этой странички с привязкой к этой страничке и этого высера. Я объясню, что это за страничка в социальных системах. Сами они абсолютно ничего не производят, никакой контент, кроме дерьма, как сказал ихний же адепт по кличке Гейнос. Кстати, это погоняло, они ему сами и дали. Что они делают? Берут фото, видео, материалы с интернета. Ну, не хочу сказать, что воруют. Но 90% всего контента, который они размещают у себя на странице, не согласованы с правообладателями. Тоже было пару раз и с моими видео, когда я им сказал, что не нужно этого делать без разрешения. Без разрешения они перестали это делать, но все равно скриншотят. Одни стыдливо вырезают логотип, другие с логотипом и выставляют, начинают обсуждать. Иначе, как я уже сказал, сами они ничего не производят, и обсуждать было бы нечего. Идет у них постоянно отписка. За последние несколько дней около 100 человек от них отписались. Но это говорит само за себя. Так вот, я сделал скриншот этого послания мне, этой угрозы. Ну, хозяин быстренько удалил это все дело. Но у меня все это осталось. И сегодня пойдет официальная жалоба в администрацию этой социальной сети. И второе, я посоветую своими друзьями, что лучше написать заявление в полицию или в прокуратуру. И приложить все эти данные. Так что, Юра, ты свой свиной язык поприжми и посмотрим, кто из нас его прижмет. Ну, на этом все, друзья. Извините меня, не хотел я вас втягивать в эти разборки. Но просто мне им было надо донести. Потому что я в этой социальной сети не зарегистрирован. И кроме как на своем канале, я этого сказать не могу. Ну, а теперь продолжим наш обзор. Смотрим. Сейчас мы едем с вами по аркам. Вот вдалеке железнодорожная арка. И посмотрим. С этой стороны там на одной опоре небольшие работы нужно было произвести. А так с этой стороны все опоры практически готовы. Ну, вот некоторые, вот видите, еще стоят. В лесах накрыты дарнитом. Ну, это уже, как говорится, дело техники снять и все. Подъезжаем мы с вами к надвижке. Со стороны тамани. Пока я говорил о другом, мы проехали с вами весь Крымский берег. Ну, извините еще раз, дорогие друзья. Больше я не буду этого никогда говорить здесь на своем канале. Вот они, видите, как скользоны выглядят. Вот они, установлены уже на опорах. И ждут своего часа по приемке. А вот, собственно говоря, сама и сама надвижка. Видите, какая грандиозная конструкция. Здесь пока еще только вот металлоконструкции сами состыкованы между собой. И двигают здесь 222 опоры до 252. 252, да, правильно, фарваторная. 30 пролетов двигают. Некоторые люди спрашивают, какая максимальная длина на движке. Ну, точно сказать не могу. Знаю, что здесь вот сначала двигают двумя домкратами. Где-то больше половины, когда будет надвинута, уже установят еще два домкрата. Потому что все-таки большой вес, ну и сила трения, сопротивления. Все больше и больше становится. Нужно прилагать больше усилия по надвижке. Но он пока справляется. Я так подозреваю пока еще двумя домкратами. Ну, посмотрим, как еще два установят. Мы это с вами увидим. Ну, а мы едем дальше с вами. Вот приезжаем мы непосредственно к стапелю со стороны Таманского берега. И смотрим, что у нас здесь немного места есть. Уже вот ставят сегменты. В одном пролете, напомню, пять сегментов устанавливают. И их между собой соединяют. Сейчас вот непосредственно этот процесс и идет. Здесь вот мы видим раз, два, три, там, три, четыре пролета. Это 217-218. Вот последний пролет. Здесь сегменты соединяют. Видите, вот на земле лежат они. Там их соединяют, укрупняют. И затем кранами поднимают и ставят на постоянные опоры. Проезжаем с вами дальше. Сейчас мы с вами двигаемся по острову Тузла. Вот оно, остров Тузла. Здесь уже вот металлоконструкции установлены. На самом острове узкое место еще это сам протока между островом Тузла и косой Тузла. 1200 метров. Ну и там уже начали устанавливать пролеты. Ну, с вами едем. Вот смотрим так быстренько. Мелькают стойки ограждения. И здесь мы с вами видим, что уже и металлоконструкции стоят, и стоят ограждения, технические ходки. Вот. И где-то еще есть разрывы. Вот здесь вот один пролет. И вот видим мы природу острова Тузла, деревицы, базы технические, строителей. Ну, едем мы с вами дальше. Смотрим, что здесь. Здесь все тоже готово. Проехали с вами технический съезд. Многие спрашивают, будет ли съезд на остров Тузла. Да, это технические съезды для обслуживания моста. Туристов там не будет, по крайней мере, пока. А дальше будем посмотреть, как говорится, там через 5-10 лет, что будет. Ну, сейчас точно туристов там не будет, на острове Тузла. Проезжаем дальше. Все ближе и ближе мы подъезжаем к протоке. Со стороны Томани укладка идет вовсю. Рейсы шпальной решетки порядка уже там 11-12 пролетов. Уложили это где-то около 700 метров. Ну, вот видите, люди работают непосредственно на самих металлоконструкциях. Вот здесь еще тоже нет ничего. Хотя опоры все готовы. В металлоконструкции, вот видите, стоят сегменты отдельно. Но еще пролетов нет. Вот только где начинаются. И то здесь так частями есть, нет, есть, нет. Даже покрашенные уже здесь, видите, пролетики. Вот, дорогие друзья. Ну, степень готовности, конечно, хорошая. Я думаю, что идут с большим опережением графика по строительству железнодорожного моста. Не знаю точно, вот здесь заканчивается, видите, опять начинается. Не знаю, но по моим ощущениям, что все заточено под начало сезона следующего года. Где-то к июню месяца 2019 года, я думаю, первые поезда пойдут по железнодорожному мосту через Керченский пролив. Ну, а вот, собственно, и начинается сама протока. Одна тысяча двести метров. Видите, здесь пока еще ничего нету, хотя опоры вот там внизу. Высота здесь небольшая, даже для железнодорожной части моста. Потому что здесь мелководье. И вот мы подъезжаем и смотрим, вот она. Начали устанавливать металлоконструкции на протоке. Видите, уже покрашенные. Два пролета стоят в обеих направлениях. На опорах. Вот, по одному пролетику в Крым. И один пролетик на Таманскую сторону. Ну, и все, вот кончился проток и началась коса от узла. Здесь уже по веселее дело идет металлоконструкции. Уже занимаются верхними строениями. Корыта облагораживают, устанавливают ходки для технических служб вдоль пролетов. Ну, и вот, все ближе и ближе мы подъезжаем непосредственно к Таманскому берегу. И пока еще наблюдаем с вами, что здесь сейчас мы увидим с вами, опережая события, предвосхищая, стоит укладчик рельсов. Укладчик рельса шпальной решетки. Ну, это в самом конце будет. Вот, видите, труба какая-то вот подвешена. Я вот все хочу спросить, что это, для чего. И вот опять начинаются металлоконструкции. Здесь в основном все готово, но есть некоторые пробелы. Ну, это, как говорится, не критично. Ну, и вот смотрим мы далее с вами. Все, Таманский берег уже почти рядом. Особо-то здесь вот и комментировать нечего. Мы едем быстренько, чтобы посмотреть. Вернее, едем нормально, но я немножко увеличил скорость, чтобы особо ролик не затягивать. Вот по всей длине моста люди работают. Все участки работ охвачены. Напомню вам, что 7 участков на железнодорожной части моста разбит на 7 участков весь мост. Ну, а, собственно говоря, вот он и рельсоукладчик, крельсо-шпальные решетки, вот, стоит желтенький, видите? Здесь уже укладывают рельсы. Правда, момента мы этого с вами не застали. Но и тут же тепловоз стоит, подвозит уже готовые звенья по 25 метров, вот, видите? По 25 метров каждое звено укладывают, соединяют плавками, и затем в процессе еще много технологических работ будет. Об этом мы с вами еще поговорим в процессе. На этом, друзья мои, я заканчиваю свой очередной обзор с Крымского моста. Кому понравилось видео, подписываемся на канал и ставим пальцы вверх. Кому не понравилось, делаем то же самое. До новых встреч, дорогие друзья, в новых видео. Всего вам хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok